И вновь здравствуйте, господа и дамы, с вами Севен, и мы продолжаем проходить такую замечательную игру, как этой Катлэйди. И, в общем-то, мы играем за кошку, внезапно так, за нашего кувшинчика. Как я уже говорила в предыдущей серии, есть некоторые моменты технические, из-за которых может иногда странная фигня происходить со звучкой. И, как я заметила, не только с игровой звучкой, но и со звуком, скажем так, комментариев, да, с моими непосредственно словами. То есть они иногда куда-то в небытие пропадают, так что, ну, уж простите, что так, но не моя вина. Это какие-то странные издержки производства. Абсолютно не знаю, с чем это связано, полыгрывала на... Твою мать, это мы, о боже, фу. Да. Чудесно. Еще крупным планом. Так, отверстие, подожди, отверстие. Что тут? Ничего. Кувшинчик-то, анимация кошки бесподобна. Десять из десяти, конечно. Кувшинчик-то, я вижу, моя старуха принесла чиститель. Снова. Какой позор. Не нравились твои глаза. Это могло быть началом чего-то прекрасного для нас. Если ты понимаешь, о чем я. Если вы понимаете, о чем я. Он делает это, она делает это каждый раз. Как она это называет... Как это называется? Проблема доверия. Именно. А, забудь. В море еще полно рыбешек. Я не очень привередливый. Но даже у меня есть стандарты. Я не трону птичку вроде... Я не трону птичку вроде тебя. Ты хреново выглядишь. Но я не хочу, чтобы ты думала, что я злой человек. Да уж, но еще долго. А тебе... А тебе больно, так что... Я принес кое-что, что поможет закончить твои мучения. Рассматривай это как вариант. Я принес этот револьвер. Это мой любимый. В барабане. Одна пуля. Крупный калибр. Ты будешь уже давно мертва, прежде чем почувствуешь боль. Неплохо звучит, да? Я имею ввиду... Это просто идея, знаешь. Никакого давления. А, конечно. Ты не можешь его видеть. Очиститель превратил твои глаза в желе. Я просто оставлю его здесь. Не стесняйся использовать его. Это пуля и так предназначена тебе. Теперь я лучше пойду. Мы же не хотим попасться с поличным опять, да? Озорная шалунья. Чувствую, сейчас кошечка нам поможет, да? Убить. Что говоришь? Не, ничего. Ты не можешь достать его. Ну, а чего ты ожидала? Жизнь порой жестока. Ладно. В общем, повторюсь, как бы, проблемы со звуком могут быть. Сделайте вид, что их нет. Так, ключ. Интересно. Взять зубы. Меня тут нет. Он меня может запалить, интересно? Давайте сохранимся на всякий случай. Блин, слушай, музыка. Не надо так со мной. Не, не надо туда. Оттуда. А, и что? А куда я могу? А, я могу наверх, наверное, запрыгнуть. Ой, слушай, он прям на дырку на эту целится. Он же меня может выстрелить в меня. Что происходит? Я не понимаю. Мне типа направо не стоит идти, или что? А я... Больше нет точек взаимодействия. Не, ну он, видите, он как будто видит. Что делать-то-то? Вниз я спрыгнуть не могу. Почему не могу спрыгнуть вниз и пройти? Просто тупо. Комната, откуда он пришел. Вниз, посмотри. Кушай, давай спасай. А, и что? А почему эта кошка не может спрыгнуть как-то вниз? Знаете, вот. Ну, то есть, почему она именно на полку прыгает? Я так подозреваю, что все-таки ключ это как-то от наших наручников. Почему я не могу просто вниз спрыгнуть? Почему я именно в эту дырку прыгаю? Объясняет мне кто-нибудь? Это как-то странненько. Какой-то ограниченный это самое. И мне на пути как бы ничего не попадается, смотрите. Может мне в отверстие ключ кинуть? Это глупо, конечно. А, подожди. Я его могу выплюнуть. Может его тут где-нибудь выплюнуть? Ну-ка. Ладно. Что? Кто это? Это... Мои глаза. Я не могу. Я ничего не вижу. Это стерва. Ключ? Кто ты? Скажи что-нибудь. Что угодно. Я... По идее, теперь я могу снять наручники. Эээ... И чё? А, пистолет? Пистолет. Этот идиот оставил свой пистолет. Бери. Нет! Нет, нет, нет! Я уронила его! Где он? Где он, чёрт возьми? Как можно было уронить пистолет? Пол. Нашла. Допустим. Давайте сохранимся. Я сейчас что-нибудь не то сделаю. Мы подохнем. Стенка? Хорошо. Ладно. И чё? А, я могу в принципе застрелиться и попасть вот туда. Да? Ну, то есть воскреснуть, грубо говоря, да? Потому что мне больше здесь делать нечего. Я не могу не пройти, потому что это... Ну, короче, да, нужно застрелиться. Прости, Митти. Я должна нарушить своё обещание. Глава же называется «Пуля для Сьюзан». Ты мёртв. Или мёртва в данном случае. Допустим. Типа, конец игры? Ну, я жму, ничего не происходит. Ты проскальзнула в следующую комнату. Ой, как... А, это они опять. Господи, я уж перепугалась. Надеюсь, вы не против жутких постеров? Это твоя комната. Можешь делать с ней что хочешь. Но такие постеры мне определенно нравятся больше. Сейчас с феями, радугами и розовыми единорогами. Ты их сделала? Нет. Их сделал мой парень. Некоторые из них, по крайней мере. Слева до он фолл, смотрите. Мисс Ашфорд. Так случилось, что в моей сумке есть бутылка вина. Я собиралась оставить её Роберту, но совсем забыла про это. Роберт? Парень с крысами. А, да. Конечно. Так, может быть, выпьем? Мы могли бы узнать друг друга получше. Я знаю, я обещала, что не буду вмешиваться. То есть, вы не обязаны, если не хотите. Но, если мы собираемся вместе жить, может, нам не помешает поговорить немного? Уверена, что тебе стоит пить в твоём состоянии? Хуже не будет, это уж точно. Я не принимаю лекарств. Мне хорошо. В некотором смысле. У меня не так много времени осталось. Но многое может измениться, если я проживу подольше. Что-то я не успела читать? Ладно, думаю, в этом есть смысл. Можем выпить, если хочешь. Отлично. Я принесу вино. О, чёрт. Эта бутылка закрыта пробкой. У вас есть что, парни, Сашвард? На кухне. Я схожу за ним тогда. Да, пожалуйста. И раз так, принесите пару бокалов, а? Так. Смерть совсем ничего не значит. Я не успела прочитать, потому что меня убрали. Ну, в любом случае, если вы знаете английский, вы уже давно себе перевели вот там вот кусок текста. И вот там вот слева, где она стоит и загораживает, там Dawnfall было написано. Ну, короче, часть, 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 ну, не как серии. Потому что, в общем, Dawnfall, предыдущая или одна из предыдущих игр данных разработчиков. В общем-то, и как мне сказали в комментариях, она даже чуть-чуть совсем связана с The Cat Lady. Не знаю, будем ли мы проходить Dawnfall. Честно говоря, совсем не знаю. Но вроде она очень короткая. Так посмотрела, краем глаза на ютубе, и количество серий, которые требуются людям на то, чтобы пройти ее. Там буквально совсем чуть-чуть. Может быть, потом как-нибудь под настроение... Ой, зачем я сюда лезу? Может быть, и пройдем. Что-то проберем. Свет выключаем. Выходим. Я не знаю, зачем я выключаю свет, но просто подсказка была, что нужно выключать свет. Поэтому я, пожалуй, буду это делать. Я не буду игнорировать все-таки то, что мне говорит делать игра. Ну да, я здесь тело значительно уютнее, правда, открытое окно. Конечно, смущает. Прямо в затылок будет дуть, прикиньте, с дождем. Ты спишь, а тебе на голову дождь капает. Ужас какой. Вы уже нашли штопор? Я нашла винные бокалы. Отлично. Теперь все, что нам нужно, это штопор. Да, пожалуйста. Главное, не закались. Использовать? Что значит использовать? Убить ее? Что едим штопором? Давайте сохранимся и проверим, что это значит. Может быть, мы можем сами как-то открыть вину, чтобы она там, не знаю, не убилась лишний раз. А, отдать все-таки, да? Вот. Давай откроем бутылку. Отлично. Это все, что нам нужно. О, мисс Ашворд. Я должна сказать, прежде чем мы начнем. Да? Я обещаю, что не перережу вам горло, пока вы спите. Очень смешно, мисси. Не, я серьезно. Ничего. Но просто, чтобы ты знала, я всегда сплю с открытыми глазами. Бухаем? Ну, все-таки, да, рак. Значит, рак. Хочешь поговорить об этом? Что ж, честно говоря, я не очень хочу разговаривать об этом вот так. Я поставила вас в очень трудную позицию, я знаю. Просто нужна была эта комната. Надеюсь, вы... Это последняя и самая важная вещь, которую я должна сделать, прежде чем мое время кончится. Ничего. Ты вроде неплохая. Просто... Не тройно доверять людям в наше время. Может быть, время открыть глаза и увидеть, что у других тоже непростая жизнь. У некоторых вроде тебя. Даже хуже, чем у меня. Какое витрага у тебя? Ничего, если я спрашиваю? Что если я спрашиваю? Опухоль мозга. Глиобластома. Ее имя? Ага. Они все женщины в моем воображении. Посмотрите, как их называют. Лимфома, меланома, милома, гликемия, саркома. Каждая из них чертова баги не смерти. Прекрасная и безжалостная. Может быть, ты и права насчет этого, Митси. Я была медсестрой. Немного знаю о раковых заболеваниях. И я знаю глиобластому. Она та еще стерва. Да, и это она станет королевой балла до конца вечеринки, пока я буду уходить через черный выход. Как долго? Они сказали, у меня есть год. Но это было полгода назад, так что... Да, не так много. Есть ли что-нибудь? Нет, они пытались. Мне жаль. Да. Мне тоже. Можешь поговорить о чем-нибудь еще? О, дождь кончился. О, да. Дождь — это неплохо. Иногда мне даже нравится. Согласно прогнозу погоды, наступает противный туман. А вот туманы я боюсь. Я потерялась однажды в тумане, когда мне было 9 или 10. Я помню, как сидела под деревом, плачуя, думая, что какой-нибудь монстр появится прямо перед моим лицом и потащ... Утащит меня. Большая девочка, знаешь, что монстров не существует. В Сайлент Хилл нечего играть по ночам. Да? Откуда вы знаете? Ну точно, переиграла в Сайлент Хилл, боялась тумана, монстров, все нормально. Все нормально, мы все такие. Единственные монстры — это мы. Убийцы, насильники, поджигатели. Они — настоящие чудовища. Настолько далекие от человечности, что больше не могут чувствовать сострадание или вину. Вот кого на самом деле стоит бояться. Но неважно, таятся ли они в лесах или тумане, тумане или в темноте наших подвалов. Ну что ж такое-то? Ты не можешь предсказать, что произойдет, не можешь предотвратить это. Есть только один способ. Превратиться в монстр самой. И как они, не знать жалости. Воу! Откуда это у вас, Мисс Ашвард? Я просто не люблю убийц. Они просто... Паразиты. Хм, может быть, все-таки имеет смысл их убивать? С другой стороны, видите, это как бы такой намек, да? Ничто не остается, кроме как превратиться самой в убийцу, да? Но, блин, я не хочу превращать Сьюзан в убийцу. Ей так хреново живется. Как ты собираешься найти этого парня? Не знаю еще. Небольшое детективное расследование, возможно. Это не должно быть так уж сложно. Тут всего восемь квартир. Одна из них ваша. Остается семь. На самом деле, я надеялась, что вы поможете мне. Вы же знаете кого-то из своих соседей, верно? Немногие. Мои соседи мне никогда не нравились. И еще они сменяются со временем. Ты, наверное, уже поняла, что здесь новых соседей не встречают с распростертыми объятиями. Ты видишь новое лицо, кидаешь пустой взгляд, когда вы встречаетесь в коридоре, и забываешь об этом через минуту. Это плохо, да? Что ж, ну в квартире пять надо мной живет лысый мужик. Он приходил сюда недавно, чтобы наорать на меня. Он противный гад, но я не думаю, что он тот, кого ты ищешь. Кем он работает? Мне кажется, он машинист поезда. Не могу представить, как этот парень... Что этот парень это машинист. Ладно, это хорошо. Когда остается шесть? Кого-нибудь еще знаете? Я должна подумать. Знаете, лучше не сегодня. Давайте поговорим о чем-нибудь другом, хорошо? У меня много времени. Не нужно торопиться. Может быть, завтра мы посидим и составим план? Я могла бы нарисовать карту здания с вашей помощью и отметить, кто где живет. Договорились? Ты упомянула своего парня. Расскажи мне о нем. Да, хорошо. Поговорим о нем. Его зовут Джек. Он мертв. Все сходится? Оу. Сашворт, вы уверены, что хотите слушать про мою несчастную жизнь? Я не хочу расстраивать вас. Это не очень веселые истории. А я не из тех, кто любит веселые истории. Уверена, ты уже заметила. Полагаю, да. В любом случае, мне придется рассказать о нем рано или поздно. В конце концов, он главная причина, почему я здесь. Я просто... Не знаю, откуда начать. Джек нарисовал эти картины на твоей стене. Он был художником? Ему нравились болезненные вещи. Не важно, музыка, рисунки или это. И мне тоже, на самом деле. Мы были похожи с ним в этом. Как и во многом другом. Как и во многом другом. Люди говорят, что слушать грустные песни или смотреть грустные фильмы удручают. Но я никогда... Но я никогда так не думала. Но ты все равно боишься тумана. Но это другое. Я могу бояться тумана. Но я люблю пауков. Они красивые. Ты должна быть с ума сошла, Митти. Нет, честно. Есть определенная невыразимая красота из печали. Прямо как красота в сером и уродливом зимнем утре. Когда смотришь сквозь очевидное и замечаешь то, чего другие не видят. Тогда тебе должна быть нрав... Тогда должна быть им нравиться моя квартира. Уродливая студия, будто отпуск проводила. И так никогда я не ушла домой. Короче, вот когда я буду замечать, что происходит какая-то фигня со звуком. И, соответственно, пропадают мои комментарии в том числе. Я буду повторять, как вы уже заметили, субтитры. Просто чтобы... Не знаю. Морально быть удовлетворенной. Потому что меня бесит, когда идет звук и... Вот это вот начинается. Ладно. Расскажи, как вы встретились. О, мы знали друг друга почти вечность. Мы жили на одной улице в детстве. Забавно казалось, будто мы сделаны друг для друга. Идеальное совпадение. Я всегда знала, что он предназначен для меня. И уверена, что он тоже это знал. Джек по мне с ума сходил. Мы думали, однажды поженимся, заведем детей. Будем счастливы. У меня было мало друзей, потому что у меня был Джек. Никто другой мне не нужен был. Знаете, если это и есть что-то, за что я благодарна в жизни, так это за то, что я испытала чистую идеальную любовь. Некоторые люди проживают всю жизнь и так и не знают, каково это. Я думаю, мне сильно повезло. Но любая удача иногда кончается. Как он воспринял новость о твоей болезни? Он подумал, что я шучу сначала. Он засмеялся. Потом он очень разозлился. Я поклялась, что я серьезна, но он никак не хотел верить. Мы поссорились той ночью. Это была наша первая и единственная ссора. Но она была ужасна. Он разбил кое-что из вещей. Хуже всего была его гитара. Он любил свою гитару. Почему он сломал ее? Его целиком поглотила ярость. Он ушел от меня той ночью, а когда вернулся на следующий день, он стал другим. Он манил меня попробовать операцию и химиотерапию. Я не очень хотела этого. Но я сделала химию для него. Мне помогло. Из-за нее мне только постоянно было плохо. Я была словно заперта в странном месте, где все, что происходит вокруг, кажется нереальным. Может быть, потому... Поэтому я не видела, что... Моя болезнь делается с Джеком. Она разрушала его. Он изменился. Он стал одержим смертью. Казалось, он думал только о смерти. Несмотря на то, что я... Что это я, а не он, должна умереть. Как он умер? Как Джек умер? Он был так отдален в последние несколько недель. Перед тем, как умер. Я не знал об этом, но он искал кое-что. Я не думаю, что он... Я не думаю, что он сам знал, что именно ищет. Но в конце концов, оно нашло его. Или скорее он нашел его. Знаете, есть онлайн-форумы обо всем на свете. Рыбалка, компьютерные игры, лошади, карты, привычки. О чем угодно. Случайно Джек натолкнулся на один о самоубийствах. Там есть парень. Называет себя Глаз Адама. Он чертов бог на том форме. Это как клуб самоубийц-неудачников. Люди в основном пытаются поддержать, помочь друг другу. Иногда, если знаешь, что есть такие, как ты, слушаешь их истории, как они справляются со своими жизнями. Но Глаз Адама – настоящий адвокат смерти. Он живет за счет человеческой слабости. Его работа – внедрить идею, дать причину умереть и рассказать, как это сделать, чтобы навсегда распрощаться с жизнью. Джек проглотил наживку. Прежде чем он понял, что ему полностью промыли мозги, однажды он присел рядом со мной и попытался объяснить свое идеальное решение. Это был сценарий вроде Ромео и Джульетты. Мы вместе умирали в объятиях друг друга. Это должна была быть быстрая и надежная смерть. Не было ни одного шанса выжить. Все благодаря глазу Адама, который придумал инструмент идеального суицида. Он сказал, что это очень просто. Все, что нам нужно было – это два легкодоступных химиката, которые вместе дают газ, сероводород, который убивает за пару минут. Я сказала ему, что он чертов псих. Конечно, он не сдавался. Он уговаривал меня. Потом умолял меня. В конце концов просто орал на меня. Я поняла, что это была его идея с романтической смерти. Но это было безвкусно и просто неправильно. Наконец, он сказал, что все подготовит и будет ждать меня в нашем специальном месте на рассвете. Пять утра. Не опаздывай. Это последнее, что он сказал мне. Потом он убежал. Я долго плакала, говорила себе, что не заслужила все это от человека, которого люблю больше всего на свете. Сколько раз даже пыталась убедить себя, что, быть может, он прав и следует послушать его. Но я просто не могла. В конце концов я уснула. Я не хотела. Моя голова убивала меня. Я так устала. Внезапно я проснулась. Я видела через окно, как встает солнце. Было почти пять. В панике я вскочила с кровати и выбежала из квартиры. Я должна была остановить его. Должна была добраться туда, пока у меня было слишком поздно. Но еще до того, как я ушла, я знала, что уже не успею. Когда я добралась до нашего особенного места, солнце уже встало. Мы приезжали туда в прошлом, пили вино, иногда курили траву и слушали Пинк Флойд, иногда занимались любовью в машине Джека. Ничего особенного в той парковке не было. Но для нас она была особенной. Она была заброшена. Там было тихо. Незапасно. После того дня я никогда там больше не была. Так, мы теперь ей играем. Ну ладно. Глаз внутри, остановитесь. Там были знаки на окнах. Предупреждающие знаки, да. Я обнаружила на том форуме, что глаз Адама не хочет никаких случайных смертей. Так что он придумал предупреждающие постеры. Оказалось, за всем этим есть жуткая идеология. Глаза и на машину... Так, не могу, не успеваю. В этом газы, короче. Лола. Идея в том, чтобы умереть добровольно, в здравом уме. Готовиться к смерти. Принять ее. Господи. Мне кажется, полиция должна это расследовать. Очень похоже на секту. Этот парень знает, как прятаться. А полиция пальцем пошевелить не захочет. Мне понадобилось три месяца, чтобы выследить его. Теперь я так близко, что почти чую запах этого гада. Мне так жаль. Думаю, теперь я понимаю. Он любил тебя так сильно, что не мог вынести и мысли о жизни без тебя. И этот парень, глаз Адама. Не удивлена, что ты хочешь найти его. Я бы тоже хотела. Хотя я не уверена теперь, что ты хочешь только поговорить с ним. Но, эй, это не мое дело. Не знаю, что бы я делала, если бы такое случилось со мной. Приятно слышать. Но я действительно хочу просто поговорить. Я хочу видеть его лицо и рассказать, что он причинил мне. Знаете, забавно, но... Он сам мне сказал, где живет. Он хочет встретить меня. Можете в это поверить? Как так? Ну, то, чем он занимается в интернете, называется троллинг. Как правило, проявляется в форме издевательства, психологического давления. Те, кто достаточно умен, говорят, не корми троллей. Не говори с ними. Будет только хуже, если ты проявишь какой-либо интерес к ним вообще. Глаз Адама не исключение. Он жаждет внимания. Он гадный тролль. Он хочет поглотить так много сердец, как только можно. Я связалась с ним. Сказала, что я большая поклонница его работы. Он не поверил сначала. Но тролли всегда голодны. А я была готова подать ему королевский ужин. Что ты имеешь в виду? Я скоромнила ему столько хрени, что он на самом деле поверил, что я проповедник суицида, как и он. Отлично. Хотела бы я, чтобы он дал тебе номер квартиры. Это все часть какой-то больной игры, которую он ведет. Рано или поздно я найду его. Как силен этот газ. Невероятно смертельный, как оказалось. Выбивает за минуту. Это та ванечная штука, которая пахнет, как протухшие яйца. Знаете, при больших концентрациях можно из слона вырубить. А что за два компонента? Э, я... Я не уверена, хотите ли вы знать. Я поняла. Ты не хочешь говорить мне, потому что я сумасшедшая маньяк-самоубийца. Верно? Нет, мисс Ашвард. Нет, я не имела в виду это вот так. Ну, хорошо. Может быть, в какой-то степени. Заменим мышьяк жертвы и сумасшедший на восстанавливающийся. Вы только-только вернулись из больницы. Что бы не заставило вас делать это, вы доказали, что способны довести дело до конца. Я не так хорошо знаю вас, чтобы сказать, что вы полностью преодолели. И последнее, чего я хочу, это давать вам глупые идеи. Это было бы как раз тем, что Голос Адама делает. Я никогда бы не упростил себя, если бы из-за меня что-то с вами случилось. То есть, как могла бы я? Что если я пообещаю тебе, что никогда не повторю этого? Ладно. Хорошо. Но если вы не сдержите обещания, мисс Ашвард, я найду вас в аду и надеру вашу задницу за то, что вы разбили мое сердце. Не можешь надрать мою задницу, если я мертва. Я тоже скоро буду мертва, мисс Ашвард. Так что, да. Клянусь, я сделаю это. А, и мы нарушили обещание, помните? Я так не думаю. Мы как раз застрелились. Ты отправишься на небеса. Дурында. А рецепт для этого смертельного коктейля очень простой. Любая хозяйка может сделать его в два счета. Как читать эти субтитры? Ну, как-то вроде пока читаем. Ладненько, давайте здесь остановимся. В общем, со звуком вы поняли? Я не буду больше повторять, чтобы вас не мучить этими сообщениями своими постоянными. Но просто, блин, это так раздражает лично меня. Не знаю уж, как и вас. В общем, если вас тоже раздражает, то уж простите. Но уж никак. И сейчас, по-моему, тоже что-то было. Судя по тому, как просили FPS-инги. В общем, лядненькая. Грустная история. Но чувствую, в следующей серии у нас будет вариант убить или не убить. Не знаю. Не хочу делать из Сьюзен убийцу. Даже несмотря на то, что игра прям-таки толкает нас на это. В общем, посмотрим. В любом случае, если эта серия вам понравилась, можете поставить палец вверх. Подписаться. И, в общем-то, всех вас жду в следующей серии. С вами была Севн. Всем удачи. И огромное спасибо за ваше внимание. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok